Всем привет, мои дорогие зрители, и в сегодняшнем видео хочу с вами поговорить о пустых баночках осени. Но вообще видео о пустых баночках я считаю таким каким-то примитивным, и эти видео снимает практически каждый блогер, но сама, честно говоря, просматриваю подобное видео с огромным удовольствием и любопытством, потому что видео подобного плана, подобного формата весьма информативные вообще, потому что человек проюзал какое-то средство и может что-то о нем сказать. Поэтому на своем канале я видео подобного плана оставляю, и давайте наконец-то приступим к моим пустым баночкам. Сразу скажу, ну, в принципе, как всегда, этих баночек очень-очень много, поэтому запаситесь терпением, запаситесь чашечкой горячего чая, давайте посмотрим, что уже у меня закончилось. Итак, первое, что я достаю из своего огромного пакета, это вот такое вот средство, которое я покупала, дешевое средство покупала в рубль бум, это специально серия, которая выпускается и продается только в рубль буме, вот такой вот гель для стирки белого белья. Что хочу сказать, сначала как-то я его не раскусила, он у меня лежал-лежал, я, наверное, пару раз только пропользовала им, и лежал у меня вообще без дела. Потом я начала его добавлять и стала смешивать с обычным порошком. И, кстати, вот в дуэте с фаберликовским порошком, о котором я расскажу немножко попозже, вот этот дуэт работает просто на ура. В общем, стоит порядка 80 рублей, по крайней мере, так я его покупала, и, в принципе, я понимаю, что я его обратно куплю. Пахнет так нейтрально и ничего плохого сказать не могу. Так, теперь следующий порошок от Фаберлик. Я уже начинала о нем рассказывать и скажу, что мне он, в принципе, понравился. Я многих родственниц спрашивала, когда они начинали пользоваться таким порошком, нравится ли тебе этот порошок, и они так неопределенно отвечали, что я к нему присматриваюсь. Так вот, к этому порошку я долго тоже привыкала. Я скажу, что порошок неплохой, просто нужно найти способ, как его применять. Порошок работает на ура, но к нему нужно приспособиться. Нужно привыкнуть и понять, как он работает, потому что это не обычный порошок, и состав у него немножечко не такой, как у всех порошков. В общем-то, я пользовалась вот в дуэте вот с этим вот средством, которое я показывала в начале своего видео, и мне очень понравилось именно вот этот синий формат. Фаберлик еще есть оранжевый формат этого порошка. Он прекрасно отбеливает ткани, он придает именно вот белой ткани какую-то магазинную новизну, я бы так сказала. Поэтому такой порошок я еще обязательно буду брать, но всегда делаю такое замечание, что очень дорого Фаберлик загибает цену за свою вот бытовую химию. Так, следующее, что у нас закончилось, это вот такое средство от Киви. Это для, да, это освежитель для обуви. Ну, мне как-то освежитель для обуви не требуется, этим средством пользуется и просто балдеет по нему мой муж, поэтому постоянно покупаем, и тоже, если кому, у кого возникает необходимость, всем советуем, в общем, вот так вот ставится на обувь и распыляется внутрь. В общем-то, свежесть остается в течение всего дня, и плюс еще антибактериальный эффект, что очень даже кстати. Так, у моего мужа закончился вот такой вот Adidas дезодорант. Ему очень нравился, потому что, в принципе, неплохой аромат, такой мужской, такой какой-то даже с перчиком, и очень стокий, я бы сказала, понравился. Вот еще раз покажу, наверное, не успели еще на него посмотреть. Это Adidas Power, Extreme Power. Так, следующее, что у меня закончилось этой осенью, это вот такой вот, дезодорант, хотел сказать, нет, это кондиционер для белья Вернель. Я Вернелем пользоваться люблю, мне нравится, как он освежает белье. Я понимаю, что это сплошная-сплошная химия, и, не знаю, я покупала и буду покупать, особенно, когда вижу его по скидке. Это у меня ароматерапия, тропическая энергия. В общем-то, неплохой кондиционер, почему бы и нет. Вот такое вот средство от FixPrice. Я закончила, и, честно говоря, вот точно не поняла это средство, и, скорее всего, оно мне не понравилось, чем понравилось. Вот такой вот Refine Oxi Power, пятновыводитель, отбеливатель. В общем-то, вообще ни о чем. И совершенно не работает на тканях, просто вот состав какой-то вот песочный, и, мне кажется, даже в воде не растворяется вот это все дело. По крайней мере, на моих полотенцах вот это вот, какой-то песок оставался. Мне кажется, вот от этого средства, в общем-то, никому не рекомендую покупать. Так, у меня закончился шампунь для жирных и нормальных волос от Faberlic серия BioArctic. В общем, я в каждом своем видео говорю, если затрагивается эта тема, говорю, что шампунь и бальзамы от Faberlic – это те шампуни, на которые стоит обратить внимание. Мне нравится, как они работают на волосах. Волосы после них реально чистые, реально блестящие, и бальзам прям так хорошо прочесывает волосы, по крайней мере, мои, и даже вот осветленные на концах очень нравятся. Я фанатка вообще шампуней и бальзамов от Faberlic, и постоянно-постоянно их беру, когда вижу какую-то скидку. Вот такой шампунь всем рекомендую. Так, следующее, что у нас закончилось, это кондиционер-концентрат для белья от Faberlic. Уже не первый раз я заканчиваю подобное средство, и всегда остаюсь от него в полном восторге. Реально средство экономичное, добавляю на одну машинную стирку буквально половину колпачка, и реально запах просто шикарный, он такой въедчивый, такой ароматный. И, что хочу сказать, это, конечно, дороговато, весьма дороговато, но если вот так, наверное, посчитать, то, в принципе, недорого получается, если, с учетом того, что расходуется-то оно не так сильно, как, допустим, вернель. Вот, ну, не знаю, такие средства я брала и буду брать, это точно. Вот такие вот кондиционерчики, просто прям без ума от них. Вообще, бытовая химия от Faberlic на довольно-таки высокой ступени вообще для меня находится. И немного такая специфическая бытовая химия, которой нужно, может быть, которая сразу вам не понравится. Вот, по крайней мере, вот эти вот кондиционеры мне сразу не нравились. Потом я к ним попривыкла. Так, вот такой вот гель для душа от Faberlic. Да, что-то у меня осенние баночки, в основном Faberlicовские, не знаю, с чем это связано. Но, в общем, что есть, о том и говорю. В общем-то, наверное, вам отсвечивает. Это гель для душа от этой серии Beauty Cafe, ароматная земляника. Очень нравился вот этот аромат этого геля. Очень такая, знаете, земляника, именно лесная. И под конец появляется аромат какого-то миндаля, что ли, какого-то мускуса. Очень интересный аромат. Именно вот такой земляничный и немножечко вот с отголоском какого-то ореха. Очень понравился. В общем, советую. Неплохо пенится. И такого розового цвета он был. В общем-то, буду брать еще. Ну, у меня там еще и томат и базилик стоит. Еще там персик, по-моему, стоит из такой серии. И пока брать не буду, но в планах есть еще попробовать именно такой аромат. Так, следующие два средства, которые у нас закончились. Ну, это, наверное, в каждом видео о пустых баночках у меня эти средства есть. Вот такие вот мистеры-мускулы, которыми мы драем нашу душевую кабину, которыми мы отмываем сантехнику. Очень нравится. И в каждом видео утвержу, что это лучшее средство для ухода за санитарной техникой. Для техникой. Ну, короче, вы поняли зачем. Так. Следующее. Что у меня закончилось, я так посмотрела. Еще один дезодорант мужской. Да, у меня муж активно юзает эти свои мужские дезодоранты. И я даже немного ему завитую, потому что мои дезодоранты заканчиваются раз, наверное, в пятилетку. Вот такой вот Акс Эксайд Драй. Тоже, в принципе, никаких нареканий с его стороны не было. Ему этот дезодорант нравился. И я ему постоянно беру то Адидас, то Акс. И он, в принципе, в восторге остается. Вот такой вот тоже неплохой аромат. Такой более, я бы сказала, свежий, чем вот этот вот Адидас, который с перчиком. С таким идет. С чили перчиком, я бы сказала. Следующее, на что я хотела обратить внимание, это чулочные насочные изделия от Фаберлик. Мне они очень понравились, эти чулочные насочные изделия. И, по крайней мере, вот я брала как-то колготки на лето, и я проносила одни колготки буквально полтора месяца. Уж до той поры, пока не затерла эти колготки до дыр. Это на меня вообще не похоже. Я страстный рватель вообще колготок. Я не оставляю на них живого места. Но вот как-то у меня так получается, что вот такая складывается дружба с колготками и носочками от Фаберлик. В общем-то, я вам рассказала такую предысторию. И сейчас достала носочки и поняла, что это не Фаберлик. И поискала в своем пакете, почему-то упаковки от Фаберликовских носочков у меня не было. Хотя я точно знаю, что у меня сейчас в обиходе 6 или 7 пар. Ну, в общем, не знаю, почему так получилось, но свое мнение я высказала. В общем, вот такие вот носочки у меня от Inamore. Еще минимум 40 ден. В общем-то, тоже нравились, но немножечко вот эта вот каемочка у них на голеностопном суставе, она, конечно, сдавливала мне мою стопу и, в общем, причиняла дискомфорт. Но носки, они, в принципе, нужны всегда. И еще раз говорю, что Фаберлик на порядок лучше, чем даже Inamore. Ну вот, это была такая часть моих пустых баночек, где была бытовая химия, дезодоранты, шампуни. В следующей части я вам расскажу о декоративной косметике, которая заканчивается у меня очень редко. И я, честно говоря, как ребенок радуюсь, когда у меня заканчивается даже лага для ногтей, потому что у меня просто горы этих лаков, этих помад, этих тушей. И увидимся в следующей части моих пустых баночек. В общем-то, всем желаю отличного настроения, отличного внешнего вида. Давайте общаться в Инстаграм, давайте общаться в ВКонтакте. Всех вас очень сильно люблю. До встречи во второй части. Пока!